Деяния святых апостолов, глава 19. Во время пребывания Аполлоса в Каринефе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы святого Духа, уверовал? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца. Беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского переосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, Иудеям и Еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахайю, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть и Рим». И послав Македонию, двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время Басии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставляющий художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал им, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немало число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефеская!» и весь город наполнился смятением. Схватив македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из асийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем они собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская». Блюститель же порядка, утишив народ, сказал «Мужи Ефесские! Какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо бы на вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиде нам не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Аминь.